Москва доступно объяснила Западу, что впредь будет жестко реагировать на провокации наподобие, совершенные с Минсом Хэмс Дефенда ВМС Великобритании 23 июня у побережья Крыма. Об этом 25 июня в эфире израильского интернет-канала Тон Тиви сообщил политолог из Израиля, экс-глава спецслужбы Натив Яков Кедми. По его мнению, российский флот отчетливо дал понять, что за нарушение границы РФ таранов больше не будет. Теперь россияне, в зависимости от ситуации, будут задерживать или топить корабли, осуществляющие подобные возмутительные акции. Причем экипаж тонущего корабля попытаются спасти. При этом политолог не сомневается, что российскому примеру обязательно последует Китай. Больше американцы возле пролива Петра Великого проходить не будут. Они могут кричать что угодно, потому что российский флот принял решение, таранов больше не будет. Этого недостаточно. Зачем свой корабль травмировать? Что, ракет нет? Орудий нет? Самолетов нет? Отметил эксперт, вспомнив случай, произошедший в ноябре 2020 года. Кедми уточнил, что у России на Дальнем Востоке, как и в других регионах страны, имеется достаточное количество сил и средств, чтобы поставить на место кого угодно. Непризнание американцами или кем бы то ни было границ России и Китая не должно волновать Москву и Пекин. Теперь для США и их союзников станет крайне рискованно посылать свои корабли в воды этих стран. Ну, пусть они попробуют еще раз. Потому что, если Россия это делает, это и Китай делает, если Китай делает, то и Россия делает, пояснил Кедми. Эксперт подчеркнул, что наглые попытки указывать что-то другим странам и посылать к их берегам свои корабли закончились. Субтитры создавал DimaTorzok